МАШИНА Здорово, вояки! У микрофона Зуберг. Сегодня мы с вами говорим про АМХ-13 ДЦА. Эта машинка, конечно, не полноценный ЛТ, который мы все ждали. Это МАМХ-13, 75, 90, может быть Лоррейн или Батчат. Нет, это ДЦА. Это машинка, которая создана на базе ЛТшки, но является ЗСУхой. Тем не менее, машина крайне интересная, посмотреть на неё стоит, и я готов вам показать геймплей в ПВЕ. К сожалению, ПВПшный геймплей мне добыть пока что негде. Давайте разбираться, что у неё хорошего, а что не очень. Подвижность этой тачки, конечно, не блещет вобловскими параметрами, но тем не менее, мы крепкий, такой крепкий середняк для ББМ. Чуть более 4 секунд разгон до отсечки, 65 кмч максималки и отличная скорость поворота корпуса в 51 градус в секунду. Действительно, этого вам будет хватать почти на всё, но немного нужно быть аккуратным. Всё-таки 4 секунды разгона – это многовато для ББМ, хотя она и на гусеничном ходу. В целом, мне хватало на переезды, хватало на то, чтобы догнать или уехать. Единственное, что не понравилось – низкая скорость движения задним ходом, 25 кмч. Ну и разгон жопой вперёд очень-очень вялый. В моём понимании, должно быть немножко получше. Маскировка и обзор машины очень даже приятные. Здесь хорошее сочетание маскировки – примерно 48% и обзора – почти 480 метров. Это лучше, чем у ЛТ в плане маскировки и лучше, чем у ББМ в плане обзора. Как правило, ББМки имеют поменьше, чем у ЛТшки, на этом, по крайней мере, левеле. Ну и они вынуждены пользоваться как минимум ПНР. А у вас прям и то, и то всё хорошо. Можно светить, можно стоять в кустах, можно светить на ходу. Дополнительной изюминкой является наличие радара. Это активируемая фенька. Она где-то 5 секунд включается и столько же выключается. И даёт вам 15 метров обзора, 30% улучшения светимости сквозь кусты и снижает вашу незаметность на 10%. Вот последний пункт меня очень-очень смущает. Я считаю, что снижение на 10% незаметности – это дичь. Просто дичь. Радар себя сейчас не оправдывает. Да, он даст вам немного больше обзора, но он также снизит вам незаметность на эквивалент 40-45 метров обзора. Понимаете, вы добавляете 15 метров и 30% светимости сквозь кусты, а отбирает он у вас сроковник. Честно говоря, непонятная балансировка от Mail.ru. Посмотрим, может быть поменяют. Пока я точно хочу сказать, что нужно снижать штраф к маскировке до 5%. Перейдём к броне. Ну перед нами обычная ЗСУшка, естественно на базе АМХ-13, которая 10-20 мм толщиной, из говна и палок, никакой бронезащиты нету, хотел было я вам сказать. Но нет. Как выяснилось, в инспекторе брони у машины… Да мягкая башня 35 мм. Но даже на башне есть 120 мм в маске. А это может быть остановит фугас. И самое-то главное, у тачки, у которой корпус в реале, ну там, миллиметров 20, наверное, 30, НЛД, знаете сколько? 160 мм. В ЛД 210 мм. Как? На этой машине на НЛД есть даже участки, непробиваемые БФСами. Чалика, БФСами, ну не Чалика, Чифтейна, само собой. Как это работает, я не понимаю. Или я совсем дремучий и ДЦАшка реально так бронирована неплохо. Или, соответственно, Мэйл в очередной раз что-то там не то сделал с бронёй. В общем, я бы не удивился бы, что машинку привели плюс-минус там к историзму и дали ей совсем слабенькую бронезащиту в корпусе. Но на данный момент она танкует автопушки, фугасы и БФС местами, корпусом, хотя башня тонкая. Также есть очень интересный нюанс. Вам предложено выбрать из двух модулей, по-моему, один увеличивает обзор, а второй даёт усиленную башню. И башня якобы улучшает бронезащиту на 5 мм. И вы такие, ха-ха-ха, Мэйл, дубина, опять не то выбрал. Опять они какой-то говномодуль родили, который увеличивает скорость порота башни, ну вы увидели эту херню на АМХ. Они абсолютно бесполезные конченые модули и их не переработали. Ну вот, наверное, такой же передо мной, нахрен его ставить, поставлю-ка я себе обзор. Не тут-то было, дружок. Внимательно прочитай, что написано на усиленной башне и увидь, что она даёт 300 хп. Учитывая тот факт, что у вас 1600 плюс 300 хп 1900, я бы сказал, что модуль очень актуальный и не раз спасёт вашу жопу от гибели. Так что выбирай с умом, юный падаван. Можно взять побольше обзора, а можно взять и усиленную башку. Ну и автопухи. Эти малютки заставляют учащённо биться любое сердце ББМщика. Они вам дают варианты игры. Конкретно первый вариант это снайпинг. Вы имеете утяжелённые стволы и у вас 500 скорострельности, порядка 19 тысяч ДПМа. Охренительный пробой в 180. Прекрасная точность. И самый интересный альфа-страйк в 40. Таким образом вы можете издалека пробивать пятёрки, шестёрки ОБТ в борта, а некоторые даже и в НЛД. Но конечно не всегда. Точность великолепная. Пробитие просто бешеное. Огромный альфа-страйк и где-то 2400 урона в кассете. Я бы сказал, что большего мне для снайпинга на автопушках не надо. Ну и альтернативой утяжелённым стволам является улучшенный спуск. Эта приблуда даёт вам бешеный ДПМ в 25 тысяч. ДПМ реализуется за счёт одновременного вылета из двух стволов двух снарядов, а не так, как по очереди происходит в утяжелённых стволах. Я бы сказал, что это интересная тема. Всё-таки 25 кассе и ДПМа на дороге не валяются. А уж на пятом левеле это просто нонсенс. Пробитие 150. Альфа-страйк 30. Точность штатная. Вполне себе штатная точность и сводка для обычной автопушки. Преальность именно в ДПМе. Именно в скорости реализации кассеты. 150 пробоя позволяет вам пробивать в борта ОБТ, да в принципе на хороших даже дистанциях. Даже удалённо вы вполне себе справитесь с ОБТ-хами. Ну а изюминкой этого конфигу является фугасы. У них внезапно 60 мм пробития, и они не способны бороться прямо в лоб с ОБТ. Кумбашенка. Подбашенное пространство. Лючок мехвода. Иногда НЛД пробивается на 20-30-40 урона, как залетит. Например, какой-нибудь М60А3 очень сильно терпит от этих фугасов прямо-таки в комбашенку. Таким образом, вы выбираете. Или взять снайперские качества, бешеный пробой, отличный альфа-страйк и прикольный урон в кассете. Или же вы берёте бешеный ДПМ под 25-26 тысяч урона. И могучие фугасы способны бороться прямо-таки в лобешник с ОБТ-шниками. Честно говоря, я не знаю, что мне больше нравится. Оба конфига вызывают у меня прям неподдельное возбуждение и вожделение. Хочется взять это в ручки и поумнижать ОБТ-шников. Действительно, ничего подобного раньше у нас не было. Максимум, что мы имели на седьмом левере, это вот залупу конченную, которая нихрена не пробивала. А сейчас вы можете получить полностью рабочую, улучшенную версию вобла на автопушке. Вот такой вот получается геймплей. Мне крайне зашло. Вам тоже рекомендую. Посмотрим, как тачка поменяется на релизе. На этом всё. Спасибо за внимание. Жмякайте лососью подписывайся и приходите ещё. Будет интересно.